Всем привет! Первое видео в этом году и хочется начать с чего-то жизнеутверждающего, потому что Новый год это что? Когда мы строим планы, как изменить свою жизнь к лучшему, и сегодня мы поговорим и об этом тоже. Но в целом видео будет посвящено сегодня тестированию, тому, что происходит сейчас в индустрии, как чат GPT забирает нашу работу, и про свою школу тестирования. Давайте обо всем по порядку, потому что я немного подпропал в последние пару месяцев, потому что я вел активную преподавательскую деятельность в школе тестирования, где я, в общем-то, веду лекции по мануальному и автоматизированному тестированию. Сейчас мы об этом обо всем поговорим по порядку, но для начала я отвечу на все вопросы и проговорю некоторые моменты, которые очень многих беспокоят. На данный момент есть несколько вопросов, которые беспокоят всех. Давайте же пробежимся по всем ним. Я постараюсь там максимально как-то развернуто ответить на эти вопросы. Вопрос номер один. Поздно ли идти в тестирование? Короткий ответ. Нет, не поздно. И я, как человек, работающий в этой индустрии, считаю, что в ближайшее время никаких драматических изменений здесь не произойдет. И если вы классный специалист, вы всегда найдете работу. Если вы начинающий, всегда какие-то компании будут искать каких-то джуниор-тестеров на какие-то стартапы, на какие-то новые продукты или просто не могут же быть все какими-то сеньор-там, QA-ами. То есть всегда кто-то нужен джуниор для выполнения каких-то базовых задач, для мануального тестирования, для каких-то элементарных тест-кейсов. Абсолютно. То есть это здесь вообще не вопрос. Второе. Это как пройти интервью? Что самое сложное и что самое важное здесь? Давайте проговорим этот вопрос. Я, конечно, не HR-специалист, но я вижу, что происходит в компаниях. Я вижу, как подбирают людей. Я вижу, о чем разговаривают коллеги, которые принимают участие в собеседованиях. И я в том числе. Поэтому давайте поговорим об этом. И это будет, конечно, в разрезе американских корпораций, где я работаю последние уже практически 7 лет. Поэтому я не могу сказать за других. Я не могу сказать за другие страны. Я не могу какие-то там дать глобальные советы. Но мне кажется, то, что я скажу, оно будет так или иначе применимо практически для всех. Вот, поехали. Момент номер один, на который бы я хотел сконцентрироваться. Раньше мы потешались над этой какой-то темой. Но сейчас я считаю это очень важно. Хороший парень или хорошая девушка – это профессия. В Америке – это профессия. Если вы вменяемый, адекватный человек, который умеет четко формулировать свои мысли, не факапится с какими-то там дедлайнами, может вести какую-то нормальную, профессиональную или развлекательную беседу со своими коллегами, со своими коллегами, у вас все будет хорошо. Хорошо, теперь давайте разберемся, что это значит. Мы сейчас говорим о прохождении интервью. Это то место, где вы впервые встречаетесь со своими будущими коллегами. Ну, сначала вы встречаетесь с каким-то HR-специалистом, потом вы встречаетесь, может быть, там с темлидом, потом вы встречаетесь со всей командой, но здесь есть несколько важных моментов. Итак, момент номер один. Конечно же, имейте в виду, что вам нужно конкурировать с местными. Вы будете конкурировать с американцами, возможно, с представителями Центральной и Южной Америки, с бывшими какими-то там представителями наших стран. Неважно. В первую очередь думайте о том, что вы будете конкурировать с местными американцами. А кто такой американец? Это мастер смолтоков, это человек, который может поддержать любую беседу на любую тему, рассказать о своих хобби, улыбаться и быть адекватным, так скажем, в рамках американской системы координат. И это очень важно. Поэтому, пока вы ждете своего интервью, вы там находитесь, ну, либо лично где-то, либо вы там в комнате, в зуме, да, подключился какой-то там первый человек, не молчите, не смотрите там в пол, в стол, не отключайте камеру, начните с какого-либо смолтока. Расскажите, как прошел ваш день, спросите, как дела, начните разговаривать там о своих каких-то хобби, и во всем прочем, американцы это обожают, и это вас покажет как достаточно приятного человека, хотя мы даже не начали говорить ни о каких технических вопросах. Вот. Это очень важно. И вообще вот эта тема soft skills, да, она будет проходить красной линией, неважно, куда вы идете на работу и на какую позицию вы устраиваетесь, потому что сейчас в первую очередь нанимают классного человека, с которым можно поговорить, пообщаться и потом уже доверить ему какую-то работу. Поэтому будьте готовы ответить на эти вопросы. Я помню из своего опыта, да, прохождения интервью, меня как спросили, а чем вы гордитесь? Чем в своей жизни вы гордитесь? Будьте готовы ответить на какой-то такой вопрос. Притом, так скажем, люди с нашим каким-то бэкграундом, они порой не видят вот этих своих достижений или причин для гордости, а американцы их видят в каких вещах? Допустим, вы пробежали марафон или полумарафон. Расскажите об этом. Это очень круто и это очень интересно. Вы где-то там волонтирите, спасаете каких-то там, не знаю, бездомных котиков, убираете там парк по выходным. Расскажите об этом. Это очень важный момент. Допустим, у меня чувак пришел как-то на работу. Что первое он сделал? Я уже понял по нему, когда он шел в косухе с мотоциклетным шлемом в руках. Первое, что он сделал после того, как со всеми познакомился, он создал группу в Slack'е, какой-то там байкинг в Salt Lake City и начал спрашивать народ, который увлекается там мотоциклами и всем прочим. Помню, что он хотел создать какую-то свою тусовку. У меня то же самое. Вот я сейчас включу этот замечательный видос. Это то, чем мы периодически занимались на моей предыдущей работе, когда до ковида мы все работали в офисе и было весело. Мы вот так вот с девелоперами и тестировщиками сколотили небольшой такой бенд и играли в большой комнате для митингов. Вот для чего вам нужны soft skills. Потому что я до сих пор вижу людей, которые, когда отвечая на вопрос, смотрят там куда-то в пол или вообще боятся с тобой какой-то визуальный контакт сделать. Это плохо. Это плохо и избавляйтесь от этого. Потом, что вы еще можете рассказать? Какую книгу вы прочитали, допустим, или какая произвела на вас внимание? Или, если вы не расскажете, об этом могут вас спросить. То есть, будьте готовы ответить на какие-то подобные вопросы. Я сидел как-то на собеседовании, но это было внутреннее собеседование в компании, в Майке Кис, ну, The Band. И чувак, который меня собеседовал, оказалось, что это его любимая группа. Ну, по крайней мере, он мне так сказал. И он меня просто спросил. Какой твой любимый альбом группы Кис? Та-дам! И спрашивается, то есть, если ты надел Майку, будь добр отвечать за это. Ну, у меня было... Я не суперфанат группы Кис, но у меня несколько альбомов было. Я такой сходу ему Love Gun. Ну, такой, окей. Типа, поговорили про какие-то песни и только потом начали разговаривать на профессиональные темы. Вот вам еще одно доказательство. Поэтому, подводя итог, приготовьте либо вопрос, либо ответ на вопрос. Что вы любите делать? Какие ваши хобби? Какая последняя книга вы прочитали? На какой последний концерт вы там сходили? Где вы катаетесь на лыжах? Самая главная тема, конечно же, если у вас собака, начинайте сразу с собаки, потому что американцы это просто собачники номер один, и будет вам счастье. Вот это все обязательно приготовьте. Это очень важно. Что еще? Иногда прямо в описании вакансии пишут, я не знаю, насколько это легально или нет, но в Юте у нас, конечно же, могут написать, что вы должны быть членом церкви. И, по-моему, несмотря на все жалобы там со стороны HR-ов или еще каких-то там аппликантов, на Аюту махнули рукой, сказали сами там разбирайтесь со своими церквями, но, тем не менее, если какая-то около церковная или компания, основанная как бы церковью LDS, ищет здесь людей, они об этом, конечно же, напишут. И, как бы, ну, если вы член церкви, то, пожалуйста, подавайтесь, и вы будете там в своей тусовке. Если нет, ну, то нет. Мой любимый пример, это когда я подавался в какую-то компанию, и там ребята написали, мы ищем того-то, 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 но самое главное, что вы должны быть фанатом Гарри Поттера, потому что у нас весь офис там в темах Гарри Поттера, мы все там дикие фанаты, и я такой понимаю, что мне Гарри Поттер вообще никак, и для меня это будет просто мучение. Поэтому спасибо, что сказали заранее, и я даже не стал туда подаваться. Поэтому имейте в виду, такие ситуации бывают, редко, но бывает. Всегда думайте о таких каких-то вещах, чем вы можете заинтересовать других людей, или что интересного вы можете рассказать. Вот, следующее. Сейчас требуется очень серьезный, помимо того, все, вы хороший парень или хорошая девушка, все, вы прошли, замечательно. Дальше что? Эффективная коммуникация. То есть, если вас о чем-то спрашивают, расскажите как бы немного больше. Не просто ответьте «да» и «нет», или там скажите «я вот работал, и работал на работе с понедельника по пятницу». Нет. Расскажите, что вас впечатляет, что вы как бы, что вас мотивирует, что вас как бы движет вообще что-то создавать, почему вы там занимались тем или иным проектом. То есть, сделайте вашу какую-то коммуникацию эффективной и очень интересной, потому что это очень важно. В будущем вам придется делать презентации, вам придется делать демо, вы должны будете вещать людям. Сейчас с этим, конечно, гораздо попроще, то есть, вы там не будете где-то, но если вы работать будете в офисе, то, конечно, вы можете это делать с живыми людьми, да? В смысле, в аудитории. Но сейчас, по крайней мере, на удаленной работе все равно вы должны расшарить свой экран, вы должны что-то там быстро подгрузить, вы должны сделать запись, вы должны включить камеру, рассказать все четенько, понятненько, ответить на вопросы. Будьте готовы к этому. И ваше интервью, это тоже часть вашего такого вот опыта потренироваться в рамках презентации или какого-то демо. Вот. Не бойтесь сказать, что вы чего-то не знаете, когда вас спрашивают, и вы понимаете, что это вообще мимо, это касается как собеседования, так или дальнейшей работы. Вы можете честно и открыто сказать, я этого не знаю, но я сейчас пойду и узнаю. Пойду выучу, пойду загуглю, почитаю Stack Overflow, спрошу чат GPT. Не бойтесь этого, это совершенно нормально, никто всего не знает в IT, особенно учитывая, сколько всяких технологий, всяких tools мы используем. Абсолютно нормально отвечаете на этот вопрос, особенно если вы планируете внести какую-то не относящуюся к этому вопросу историю. Нет, не надо, ничего не надо придумывать. Как правило, в IT есть конкретные вопросы, на них должны быть конкретные ответы. Если вы чего-то не знаете прям вообще, просто так и скажите. Это будет самый лучший вариант. Следующее качество, которое важно, это умение быстро учиться. То есть, как я сказал, если вы чего-то не знаете, вы должны, по сути, пойти в этот же день, посмотреть какое-то видео, почитать какую-то статью, в этом во всем разобраться. Можете спросить какие-то там пару вопросов у коллег, но в целом будьте готовы заниматься самообразованием практически каждый день. Это очень важное качество, поэтому не забывайте об этом. Следующий момент, умение четко формулировать свои мысли, особенно это для эмигрантов, да, английский наш неродной язык, поэтому старайтесь максимально четко и понятно отвечать на вопросы, не надо лить ненужную воду, тем более, если вы не уверены в ответе, скажите четенько то, что вы знаете. Того, что вы не знаете, не надо там вот какие-то, я сейчас тут что-то нарассказываю, и меня возьмут. Нет, вы сами себя зароете, вы сами себя зароете, если вы не знаете, о чем вы говорите, и плюс вы еще говорите на английском языке, добром это не закончится, имейте это в виду. Вот, порой, история знает такие случаи, люди не доходят до технического интервью, я имею в виду в хорошем смысле, они настолько произвели впечатление на вот этом вот интервью, там с HR или с Team Lead, когда просто команда решает сделать оффер. Вот, но про техническое интервью мы поговорим попозже, пока говорим о soft skills, да. Есть еще вопросы, то есть офис, не офис, вот, как быть, что делать, это зависит от вашей персоналити, тем более, если вы начинаете только карьеру, я бы рекомендовал офис, ну, не каждый день, а, допустим, какую-то гибридную схему, ходить туда пару раз в день, чтобы посмотреть, как реально проходят эти собрания, вот эти все митинги, как кто с кем общается, кто там кого за какие веревочки дергает, да, потому что вы узнаете всю эту кухню изнутри. То есть, если вы совсем не хотите в офис, ну, опять-таки, это все нормально, вот, но я бы походил, особенно, когда вы только начинаете карьеру, это очень полезно. Вот, оффлайн, как бы, это совершенно другая история. Онлайн, если мы идем работать, да, на удаленку, то совершенно, ну, вы тоже это все поймете, только, может быть, там чуть-чуть попозже, некоторые вещи не совсем для вас будут ясны, но, тем не менее, моя рекомендация, если есть возможность там ходить хотя бы раз в неделю в офис и общаться с коллегами, это было бы только для вас плюсом. Следующий момент, работа в маленьких компаниях против работы в больших компаниях, да, я работал здесь только в больших каких-то компаниях, и вообще всю свою жизнь я работаю в больших компаниях, наверное, это больше подходит моей какой-то персоналити, да, и я там выбираю какую-то стабильность, там, и все прочее, вот, но здесь есть два совершенно разных подхода, да, в компании, вы должны быть угодны компании, вы должны, там, выполнять какие-то требования, вы, по сути, там, не будете рвать, там, на груди рубаху и доказывать какую-то свою правоту, там все совершенно по-другому выстроено, вы должны работать так, как вас просит компания, по дедлайнам, по коммуникации, по вашей, там, толерантности и лояльности к компанию и ко всему, потому что многие думают, что я сейчас приду, я все всем там покажу, я все всем объясню и разрулю, и я стану уже, там, не знаю, менеджером своей команды, там, через год. Нет, это так не работает, здесь, наоборот, смотрят на вашу лояльность, смотрят на то, как вы справляетесь с задачами, и большой брат видит твоего тимлида и, там, каких-то HR-ов, они это за тобой обсуждают, за твоей спиной, и смотрят, что с тобой делать, и порой некоторые вещи происходят совсем неожиданно. Например, ну, как бы, не знаю, насколько это хороший или плохой вариант, но со своей командой у нас произошли некоторые перестановки, я остался в итоге один. Контракторов всех поубрали, других куда-то там что-то перетасовали, и я остался в этой команде заниматься, по сути, один. Вот, ну, то есть, я считаю, в моей системе координат это определенно плюс. Как минимум, тебя оставили на работе, да, и немного как печально видеть, как уходят твои какие-то коллеги, но, тем не менее, коллеги уходят, а ты остаешься работать, и я в этой компании уже, получается, сколько у меня будет? Четыре года. Я вот работаю. Меня, в общем-то, все устраивает. Это огромная, как бы, огромный медицинский провайдер в Юте, в Salt Lake City, и в Юте, и в Вайдахо, и в Неваде. Вот, поэтому, как бы, ну, я люблю корпорации, да, хотя иногда мне кажется, что, может быть, мне подошел бы стартап в некотором смысле, потому что в корпорациях есть один такой момент, порой нет ощущения, что ты что-то делаешь. Такое ощущение, что ты куда-то вот какие-то бумажные самолётики там пишешь, что-то отправляешь, или как мне вспоминается, сериал был Lost, да, когда чувак вот там водил эти там 6 цифр, там 8, 12, 21 какие-то, отправлял, чтобы предотвратить какую-то катастрофу, да, или что там. Вот мне иногда кажется, работа в корпорациях, она вот такая, ты вот вводишь какие-то цифры, чтобы не наступил конец света, и мне кажется, если ты перестанешь их вводить, то ничего не изменится. Но это не только моё мнение, периодически общаюсь с людьми, да, кто работает в больших компаниях, есть такое ощущение, что вообще то, что я делаю, это вообще кому-то нужно, вот, потому что когда ты в стартапе, у тебя там 3 девелопера, какой-нибудь там product owner, и ты один тестировщик, ты вот видишь, как вот это всё не работало, теперь оно работает, и ты там потестил, отправил куда-то там это впрод, продали компанию, купили по Феррари, и всё себе круто. Вот, не знаю. Вот, разные есть такие чувства. Опять-таки скажу, я прямо в конкретном стартапе ни разу не работал, и как это выглядит, конечно, не знаю. Вот, но, как бы, я вот сказал, какие есть плюсы работы в корпорации, да, это стабильность какая-то, вообще там имя, и круто иметь это на резюме, да, строчку, но есть иногда ощущение, что как будто тебя нет вообще, если я завтра не буду ничего делать, кто-то это заметит. Вот, ну, нет, это я утрирую, конечно, но иногда есть такие чувства, имейте это в виду. Что касается интервью ещё, да, будьте готовы, что интервью вообще бывают разными. Самый ужасный, по-моему, вариант, это когда, я не помню, как это называется программа, когда тебе присылают просто вопросы, ты нажимаешь кнопку записи и просто в чёрный экран записываешь свой ответ. Тебе дают там прочитать вопрос что-то 15 секунд, через 15 секунд начинается запись, у тебя есть время подумать, у тебя есть, по-моему, два дубля, чтобы этот перезаписать ответ. Всё. Вот это, конечно, дичь дикая, но будьте к этому готовы, потому что лично у меня такое интервью было. Было 6 вопросов, когда надо было прочитать вопрос и потом записать на него видео ответ. Но благодаря вот этим вот видео у меня есть какой-то опыт, да, поэтому это не было так сложно, но для некоторых это просто катастрофа. Вот, имейте это в виду. Имейте также в виду, что к вам могут подключиться там 6 бородатых дядек, включить камеры и смотреть на вас с такими вот смурными лицами, или это могут быть индусы, да, будьте готовы к акценту, что они как бы, ну, если вы до этого не общались, не работали в IT, то это может быть для вас что-то новое, потому что в IT у вас обязательно будут товарищи из Индии, их очень много, у них как бы специфический акцент, но при этом здесь как бы ничего смешного, и они говорят идеально, по сути, на английском языке, просто говорят, как бы очень для нас порой непривычно, когда вы начнете с ними работать, будете прекрасно всё понимать, и всё у вас будет хорошо. Но имейте в виду, что это тоже может быть. Вот, особенно, когда у вас начинается техническое интервью, если вы что-то не поняли, переспрашивайте до тех пор, пока вы не поймёте, или пока кто-то там хорошо вам не объяснит, да, поймёт, что вы там что-то как-то стрессуете, и скажет, такой, давайте я вам объясню по порядку, что вам надо делать. Вот, имейте это в виду. Самый важный ещё момент, конечно, вне зависимости от чего, на какой вопрос вы отвечаете, улыбайтесь, и старайтесь произвести какое-то приятное впечатление, не надо вот бу-бу-бу куда-то в стол, там, бубнить, или смотреть в сторону, как бы ваша улыбка не должна быть какой-то неадекватной, но это американские компании, и вы должны улыбаться, здороваться, приветствовать, вести small talk, и делать всё то, о чём я говорил ранее, поэтому имейте это в виду, это очень важный момент, это всё опять, спокойно, это всё опять soft skills, это то, что сейчас важно. Ну и самое главное, да, это то, что всё сейчас важно, и это то, что отличает нас всех от чата GPT, теперь давайте поговорим об этом, то есть, все сейчас активно пользуют, все в нём спрашивают свои самые потаённые запросы, чат GPT нам пишет музыку, делает видео, делает картинки, всё это круто, и все задают вопросом, заберёт ли чат GPT у нас работу, ну давайте поговорим, это тянется ещё там, веками уже, да, появляется телевидение, телевидение убьёт театр, появляется интернет, интернет убьёт и телевидение, и книги там, и театр, театр должен был убить книги, никто ничего не убивает, всё вместе это растёт, да, как-то перераспределяется, вот, нет, я бы так не боялся, или то же самое, как бы там, что Google Translator забрал работу у всех каких-то там переводчиков или кого-то, да нет, конечно, это просто то, что делает нас более эффективными, это то, что делает нас более как бы, ну я не стал бы говорить образованными, но это позволяет тебе образовываться в реальном времени, и это очень круто, и пока, мне даже кажется, будет, может быть, некоторый перекос, может, в сторону какого-то мануального тестирования, потому что чат GPT ещё не может сказать, насколько красиво и хорошо, и стильно, и приятно для человека выглядит тот или иной сайт, или кнопка на нём, или какой-то апдейт, или рембрендинг, пока, ну, может быть, это будет доступно со временем, но пока чат GPT нам не в состоянии, он, по сути, нам пишет код, одна машина пишет нам код для другой машины, или формирует нам какие-то ответы на наши запросы, поэтому я бы не боялся, а самое главное, опять-таки, о чём мы говорим, о наших скиллс, софт скиллс, о том, как вести себя с людьми, о том, как презентовать, о том, как организовывать работу команды, пока чат GPT здесь нам, ну, совершенно никак не угрожает, и помните, инвестируя в себя, инвестируя вот эти свои качества, вы пока будете в совершенно, вы будете пока находиться в совершенной безопасности, и я бы об этом не переживал, но параллельно бы очень здорово учил чат GPT, как с ним обращаться, как его использовать, как его можно там прикручивать каким-то своим приложением, этим мы тоже занимаемся непосредственно своей работе, вот кусочек нашего рекламного ролика, нашей презентации после хакофона, хакофона, хакатона, хакатон, вот, поэтому это все происходит сейчас, но вспоминайте Google Translator, вспоминайте книги, театр, телевидение, интернет, если вы классный специалист, если вы офигенная, интересная какая-то личность, я бы совершенно не боялся. Вот, мы проговорили очень много сейчас о soft skills, да, также очень важный момент, и то, что я своим студентам рассказываю, конечно же, будьте готовы ответить на все вот эти вот вопросы, как тестить тостер, мост, стул, джинсы, и все прочее, да, это кажется какой-то глупостью порой, но все это создается только для того, чтобы посмотреть, как вы будете мыслить, то есть вам задают вопрос такой, на который вы, допустим, ну вы же не можете подготовить ответы, как тестить все на свете, да, вас возьмут и спросят, меня вот спрашивали про лифт, там, да, допустим, здесь вопрос просто, если вы можете объяснить, как тестить что-то, это показывает то, как вы думаете, и не как тестировщик, просто как юзер, как человек, который, как потребитель этой вещи, поэтому на все смотрите через такую призму, и не паникуйте, и не стрессуйте по поводу таких вопросов, просто говорите то, что вы реально бы делали с этой вещью, или с этим предметом, вот, это то, что я рассказываю своим студентам, и теперь перейдем к студентам, и к школе, очень много soft skills, очень много вот этих всех разговоров о том, как правильно себя подать, продать и все прочее, конечно же, технические знания, они обязательны, и есть, конечно, люди, как я говорил, которые до них даже не доходят, в рамках интервью их и так берут, но технические интервью никто не отменял, и здесь, конечно, я сейчас расскажу про нашу школу, вот, это сразу говорю, я рассказываю про ту школу, в которой работаю я сам, то есть, я не кого-то там за деньги, кому-то что-то рассказываю, это то, где преподаю я, и другие прекрасные ребята, у кого-то 5 лет опыта, у кого-то 15 лет опыта, у нас есть прекрасные менторы, преподаватели, я веду мануальное тестирование, я веду всякие tools, начиная от постмена, джемитра, и заканчивая сиквелом, и я также преподаю автоматизированное тестирование на фреймворке, селениум и джава, вот, я оставлю все контакты, все явки и пароли под этим видео, если кому-то интересно, заходите, посмотрите, почитайте, вот, это то, что мы создали, у нас было несколько групп, последняя группа, наконец-таки мы добавили автоматизированное тестирование, это был прекрасный, замечательный опыт, замечательный поток, люди уже вовсю ходят на собеседование, подаются, и я понимаю, что это очень долгий процесс, потому что даже в моем случае, ну, если я буду искать работу, это может занять до 6 месяцев, что мы преподаем, то есть мы преподаем все виды тестирования, у вас будет реальный опыт работы на проекте, с тасками, с тикетами, с эпиками, со всем, чем только возможно, вы этот опыт в дальнейшем сможете использовать при трудоустройстве, мы даем вам рекомендации, мы даем обратную связь, мы готовим к прохождению интервью, мы готовим по всем просто возможным фронтам, вы будете общаться с действующими американскими специалистами, девелоперами, тестировщиками, будем рассказывать вам всякие охотничьи рассказы, реальные истории из жизни, рабочей, будем максимально вкладываться в наши лекции, я вот провел 50 часов лекций со своим прошлым потоком, чувствую себя замечательно, вот мои примеры. So, one more thing, one more layer of complexity. It's called reusable, reusable methods. How many test cases do you need to test it completely? Where are my balloons? No balloons. Yeah! Thumbs up. Yeah! Awesome! I will save this part of the lecture for myself. Я стараюсь, конечно, максимально как-то весело и бодро обо всем рассказывать, потому что одна из проблем IT, то, что люди там очень скучно и неинтересно рассказывают, или там, типа, ну что непонятного, я же только что объяснил. Нет, у нас все будет по-другому, конечно же, у нас все будет по-другому, мы свято верим в светлое будущее, поэтому приходите, заходите, смотрите, если вам нравится, у нас будет конференция, я вот тоже оставляю на нее ссылочку, на телеграм-каналы. В общем, заходите везде, где хотите, вот, если вам это интересно, я буду только рад ответить на все вопросы. Опять-таки говорю, да, это не реклама, это, ну, не то, что реклама, не реклама, реклама, не реклама, это то, где преподаю я, поэтому можете напрямую меня задавать, все интересующие вопросы, я вам все отвечу и расскажу, если придете на курс, то вообще будет замечательно, но если нет, буду рад вас видеть на своем канале, в любом случае, я периодически выкладываю истории про тестирование, истории про свою американскую жизнь, и просто всякие соображения, поэтому вот такие вот дела, новый год, новые планы, новые свершения, новые какие-то задачи, если хотите что-то поменять в своей жизни, как-то выйти на какой-то новый виток, приходите, ну, или просто оставайтесь со мной на этом канале. Спасибо, что смотрели, и до новых встреч в этом, надеюсь, прекрасном новом году. Спасибо, пока.